Пиар или политическая целесообразность? Реформа или антиреформа украинского спорта? Сегодня это рекорды или антирекорды Максим Кошелев о невеселых стартах и промежуточных результатах. Что погано им сделали? Державные стипендии чемпионам и президентам Олимпийских игр. В Министерстве молодежи и спорта сейчас есть специальная рабочая группа, создана в июле, но уже разработала проект реформирования украинского спорта. Но это похоже скорее не на реформу, а на банальное урезание. Где в США и сейчас еле выживают. Государство дает деньги только на зарплаты. Спонсорство или патронаж бизнеса в законах не прописаны. И превращение детских спортшкол в спортклубы на самокупаемости через несколько лет аукнется отсутствием перспективных спортсменов. Мы всегда гордились и напевно тишились тем, что наш юнацкий спорт, мы сегодня сейчас имеем призовое место в мире. По другим юнацко-олимпийских играх мы были другими в мире. То есть рубаем дерево, на котором еще курка, которая несет золотые яйца. И та надея, что с чьей реформой у нас до 30% государства будет охвачено занятием физической культуры детей, я думаю, что это не оправдается. Потому что на сегодняшний день их 10, а если придется оплачивать додатковые кошты, их становится еще меньше. Еще один момент, который беспокоит. Большую часть финансирования спорта предлагается проводить через федерации разных видов спорта. Хотят и финансирование, и все переложить на федерации. Но, к сожалению, у нас слишком часто в федерациях люди воспринимают это так. Вот дали бюджетные деньги, и все, мы за них отчитываться не будем. И эти деньги будут просто потрачены впустую. В целом же спортивное сообщество согласно, что реформы нужны. Только проводить их должны профи, а не чиновники, назначенные с политической целесообразности. Я не знаю ни одного олимпийского чемпиона или призера, который бы за полгода завоевал медаль. Почему мы считаем, что у нас приходят министры, которые никогда в жизни не занимались, и он считает, что он за полгода понял спорт. Вот эта проблема в том, что у нас еще назначают непрофессионалов. Почему спорт все время делится? Почему на атомную электростанцию не назначают спортсмена? Пока же, по мнению профессионалов от спорта, предлагаемое Министерством Булатова реформа, это просто пиар. Мол, мы прогрессивные реформаторы. Подробности уже не раз обращались к нему, и он обещал, что вскоре покажет все свои реформы. Это скоро так и длится до сих пор. Зараз нажаль ведь сотни из въезок с вашим оппонентом. Максим Кошлев, Андрей Кузнецов, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер.